Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря куча отчетов из США, причем статистика очень важная. Статистика, которая подготовит нас к пятничным нон-фарм-перлсам, сможет отчасти пролить свет на будущую риторику и будущие действия американского регулятора касательно ключевой процентной ставки. Я делаю вывод об этом на основании того, что некоторое время назад на симпозиуме в Джексон-Холе кто-то сказал, что все будет зависеть от фундаментальных отчетов. И, честно говоря, после тех релизов, которые вышли вчера, например, если делать акцент на динамику открытых вакансий в США, мы точно можем сказать то, что сейчас статистика напрямую влияет на вероятность изменения ключевой процентной ставки. Я попробую вам это доказать. Сегодня, если говорить о повестке экономического календаря, в 12.15 по GMC ждем отчета EDP. Релиз, традиционно предваряющий выход данных нон-фарм-перлс. Частная оценка того, сколько было создано новых рабочих мест внести с хозяйственного сектора. Ожидается плохой показатель, 195 тысяч. Очень сильно он контрастирует с показателем, по сути, двухмесячной давности, когда мы видели цифру 324 тысячи. 195 тысяч, на мой взгляд, в тех реалиях, которые были сформированы, созданы в американской экономике, учитывая слабость промышленного сектора, сферу услуг, это даже оптимистичная цифра. Я думаю, что фактически показатель будет ниже. В 12.30 по GMC ждем годовые данные по ВВП с акцентом на второй квартал. Прогноз 2,4%. Я думаю, что он не изменится, а если изменится, то в худшую сторону, что может стать еще одним тревожным звоночком касательно общего состояния американской экономики. И замыкать торговую сессию будет отчет по запасам нефти в США в 14.30 по GMT. Индекс доллара 103.51. Развитие нисходящей динамики. Не хочется накаркать, но мне кажется, что инициатива постепенно переходит к продавцам. Мощное снижение в рамках вчерашней торговой сессии. Чем больше будет слабых отчетов дальше, тем ниже мы увидим индекс доллара в ближайшей торговой сессии. Распродажи доллара в рамках вчерашней торговой сессии стали реакцией трейдеров на выход слабого отчета по открытым вакансиям США. Общее число их составило в прошлом месяце 8,8 миллионов. Прогноз был 9,46 миллиона. И, соответственно, фактическая цифра хуже как прогноза, так и значение двухмесячной давности, когда показатель был 9,58. Хотя, вроде бы как, это значение было пересмотрено еще с 9,58 миллиона до 9,12. В общем, 8,8 миллиона – это плохой показатель, что настраивает нас на не менее слабые данные по EDP и в пятницу Non-Farm Perils. Теперь, по поводу того, как эта статистика повлияла на вероятность изменения ключевой процентной ставки. FedWatch Tool сейчас подсвечивает нам, что вероятность повышения ставки в сентябре снова 13,5%, ниже, чем была до выхода этого релиза. 13,5% мы к этой цифре уже привыкли. Я думаю, что можно поставить знак «равно» и «нолик» еще добавить, что в сентябре ставку не повысит. Даже по ястребиному настроенные представители американского регулятора признают, что в сентябре это нереально поднять ставку. Это в лучшем случае ноябрьское заседание. Вероятность повышения ставки до конца этого года снизилась в 46% или даже 47%, которые мы видели на пике до выхода этих релизов, данных по JOLTS с открытым вакансиям. Сейчас снизилась до 39,5%. И чем хуже будут данные EDP и Non-Farm, а потом еще отчет по инфляции, тем ниже будет эта цифра, ниже будет эта вероятность и больше будет причин для снижения курса американского доллара. Поэтому очень надеюсь, что Федрезерв увидит все вот эти фундаментальные макроэкономические вводные, указывающие на слабость, объективную слабость американской экономики, получит еще один сигнал того, что инфляция и так снижается и признает, что нет необходимости в дальнейшем ужесточении монетарной политики. И потом, даже если ФРС где-то там взращивает идею поднять ставку еще на 25 байсных пунктов, но это такой символичный шаг, который не приведет к серьезному прогрессу в борьбе с инфляцией, но может значительно ухудшить ситуацию на рынке недвижимости. Зачем идти на символичный шаг, который будет иметь негативные последствия только лишь в целом для экономики и никаких либо серьезных позитивных сдвигов для политики борьбы с инфляцией. Я, друзья, сохраняю короткую позицию по индексу доллара и пока буду ее удерживать. Золото 1936 долларов за тройскую лунцию. Сегодня рыночный ассентимент нам указывает на то, что 85% трейдеров уже засели по продаже. Делаем вывод о том, что рынок пойдет против толпы, особенно при таком перекосе. И я продолжаю потихоньку наращивать длинную позицию, потому что при том, что мы видим сейчас рыночный ассентимент, снижение доллара, снижение доходности американских облигаций, десятилетки снизились уже до 0,4%, а между золотом и, скажем так, индексом и доходностями американских трежерис обратная корреляция. Это так называемые циклические факторы влияния на золото. Буквально две недели назад, когда доходность трежериса была на пиках максимума за 2008 года, 4,33 или даже 0,35%, золото тогда обновило локальный минимум – 1883 доллара за тройскую лунцию. Сейчас мы видим, что все развернулось, доходности американских облигаций снижаются, а золото растет. Я допускаю то, что в ближайшую торговую сессию, еще до выхода данных по инфляции 13 сентября, золото при текущих настроениях может предпринять попытку добраться до 2000 долларов за тройскую лунцию. Евро против доллара 1,0867. Кому интересно, обозначают тенденцию, что евро будет расти. Очень много комментариев от представителей Европейского центрального банка о том, что неизбежно еще почти два повышения процентной ставки. Ну, как минимум два повышения процентной ставки, потому что инфляция очень высокая. Завтра, кстати, выйдут данные по индексу потребительских цен. Посмотрим на базовый индекс потребительских цен. Я думаю, что показатель будет в лучшем случае 5,4%, хотя, думаю, что, возможно, останемся на прежних значениях 5,5%. И при такой инфляции, разумеется, Европейскому центральному банку нужно дальше ужесточать политику и бороться с инфляцией. А в пользу повышения ставки ранее на симпозиуме просигнализировала, собственно, глава ЭЦБ Лагарта. И на этой неделе то же самое подтвердили глава Бундесбанка Яхим Нагель и представители Европейского центрального банка Ольсман. Доллар и иена пока без изменений, 146.17, если в ближайшие торговые сессии непонятно на чем, но все-таки, если будет всплеск волатильности, в результате которого пара улетит в район 148-148.50, рекомендую действовать, шортить уже в расчете на то, что там рядышком будут валютные интервенции. Австралийцев против доллара 0,64.70 рекомендую покупать до уровня как минимум 0,66. И изменился фон. Друзья, я раньше не собирался ставить на рост австралийца, но после смены руководства Филиппа Лоуна Мишель Баллака, она, собственно, в ходе своего практически первого официального выступления подтвердила установку и планы дальше бороться с высокой инфляцией и повышать ключевую процентную ставку. Это прямо ее конкретная директива. Я думаю, что на этом фоне австралийц сможет какое-то время еще покипеть и упрощить свою позицию против американского конкурента. И рынок нефти 85.21. Завтра ждем данные по Китаю, индексы производственной активности и активности в сфере услуг. После этой статистики уже будем принимать решение, стоит ли нам покупать нефть или нет. Ну а пока, вы наверняка заметили, позитивная тенденция сохраняется, потому что все обсуждают и Далию, шторм, который вот-вот обрушится на побережье Мексиканского залива. Но это не та часть восточного побережья, где сосредоточено большое количество нефтедобывающих предприятий, из-за чего можно было бы говорить о значительном риске снижения производства. К этой теме еще, друзья, вернемся. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.